Всем привет! На связи Денис Шаповалов, консультант по детско-родительским и семейным отношениям. И сегодня мне бы хотелось поговорить о мотивации, мотивации наших детей. Этот вопрос написали мне под одним из роликов, и я решил, что текстовый ответ, возможно, получится слишком большой, и вот поэтому получилось это видео. Давайте начнем с самого главного. Когда же возникает у родителей, у нас, у родителей, желание каким-то образом мотивировать нашего ребенка? Скорее всего, желание мотивировать нашего ребенка у нас возникает тогда, когда мы испытываем некое тревожное состояние по поводу того, как дела у нашего ребенка сейчас, в данной ситуации. И чувствуя это тревожное состояние, мы понимаем, что, возможно, можно было сделать как-то что-то не так. Где-то наш ребенок мог поступить лучше, где-то более правильно себя повести, где-то, возможно, заняться чем-то более полезным, и так далее, и так далее. И вот в результате таких размышлений, в результате такого тревожного состояния мы хотим мотивировать нашего ребенка, мотивировать его каким-то либо действием, либо какому-то пересмотру своего нынешнего жизненного сценария. Естественно, все это делается из любви, из лучших побуждений. И, конечно, хотелось бы, чтобы в результате это сработало. Наша попытка, наша мотивация, то, что мы хотим сделать, чтобы оно сработало, и, что важно, чтобы это сработало в долгосрочной перспективе. Так вот, я предлагаю сегодня вам три основных таких, как я считаю, таких аспекта мотивации, на которые стоит обратить внимание, и которые необходимы, я считаю, каждому родителю в своем арсенале иметь. Итак, поехали. Первая разновидность мотивации – это сторитейлинг. Это тот случай, когда вы используете в качестве инструмента мотивационного, либо свою личную историю из собственной жизни, либо историю из биографии какого-то известного человека, либо же биографию известного человека целиком. Сейчас информационное пространство нам в этом плане очень помогает, потому что есть разные подходы к изложению такого материала. Вы знаете все прекрасно старую советскую серию «Жизел», которая ныне переиздается, и есть похожие серии на нее. Есть прекрасный журнал личности, который, к сожалению, закрылся, но выпуски этого журнала есть в продаже, и очень достойно и кратко там изложены биографии известных людей. Мне очень нравится, как коллектив авторов постарался там это сделать. Ну и есть детские издания, похожие на «Жизел» серию взрослую, где в доступной для детей форме эти биографии известных личностей есть, и материала предостаточно на эту тему. Что очень важно, какие особенности использования этого мотивационного инструмента сторитейлинг. Важно нейтральным способом доносить эту историю и обсуждать с искренним удивлением, можно так сказать, с наивностью ребенка эту информацию вместе со своим ребенком, естественно. Не пытаться сравнить и не пытаться надавить на своего ребенка вот такими вот интересными, забавными, либо правильными фактами из биографии и другого. Тогда эффект будет достигнут. Второй мотивационный инструмент – это личный пример. Например, некоторые действия, которые наш ребенок не совершает, а нам хотелось бы, чтобы он совершал, мы можем ему помочь тем, что сами будем делать так же. В моей семье есть такой пример – утренняя зарядка. Я никогда в детстве не видел, чтобы мои родители регулярно делали утреннюю зарядку, и никогда в детстве не слышал, чтобы у нас было такое правило, что день обязательно должен начинаться с этого. Но со своим ребенком удается реализовать это, и мы делаем зарядку каждый день, мы стараемся делать каждый день. Да, иногда бывает, конечно, мы пропускаем, но это случается редко. В основном мы делаем зарядку. И даже скажу больше, бывает такая ситуация, что ребенка не удается разбудить, и тогда я делаю зарядку, я успеваю сделать. На глазах у него, когда он сонно идет, чистит зубы и понимает, что у него осталось время только почистить зубы, собраться и идти в школу, он все равно видит, что папа делает зарядку. И иногда я даже делаю часть зарядки, какую-то основную, чтобы совсем без ничего на улицу не выходить. И это тоже важно. Личный пример, он хорошо мотивирует, потому что мы в этом плане погружаем ребенка как бы в атмосферу. Мы не просто командуем, что да, а давай-ка ты будешь делать зарядку каждое утро. Ведь это здорово, здорово, все записали, теперь у нас такое правило. И вы лежите в кровати, потягиваетесь, а в этот момент ваш ребенок должен в своей комнате пыхтеть и делать зарядку. Это очень сложно добиться такого. И третий инструмент мотивационный, это помощь и поддержка. Я его оставил специально в самом конце, чтобы о нем поговорить, потому что здесь больше всего нюансов. Этот инструмент очень хорошо демонстрирует, как же выглядит та идеальная ситуация, когда нам абсолютно не стоит задумываться о некой мотивации и о неком предложении какого-то удачного сценария нашему ребенку. Когда наш ребенок наполнен любовью, поддержкой в нужный момент, помощью в нужный момент по собственному запросу, то и вопроса такого не стоит. Но напомню, мы с вами как родители хотим мотивировать нашего ребенка каким-то действием, какому-то пересмотру, возможно, сценария своего жизненного, именно исходя чаще всего из нашей субъективной оценки, исходя из наших каких-то тревожных состояний по поводу того, что происходит. Так вот, я в этом плане предлагаю совершенно другую историю, как раз вот в рамках рассмотрения этого аспекта как помощь и поддержка. Я предлагаю вам нацелиться на создание некой такой идеальной почвы для того, чтобы ребенок смог хорошо прислушаться к себе и жить в соответствии с неким своим выбором, с неким своим удовлетворением, своих потребностей. И для того, чтобы было так, необходимо помогать ребенку и оказывать ему поддержку тогда, когда он об этом просит, и не пытаться его каким-то образом оценить и куда-то направить вообще. Это будет очень хорошим, очень хорошим таким, я бы сказал, косвенным таким, да, мотивационным инструментом, потому что таким своим отношением к нашему ребенку мы как раз его будем косвенно мотивировать к тому, чтобы он прислушивался к себе и делал правильный выбор. Надеюсь, это видео было вам полезно, надеюсь, вы прислушаетесь к тому, что я вам сказал. И если у вас будут какие-то вопросы, какие-то комментарии, или, возможно, у вас есть какая-то собственная история про мотивацию, которая у вас сработала, которая у вас получилась, призываю вас писать об этом в комментариях, я постараюсь ответить. До встречи, пока!